Всем привет! Сегодня мы с вами в гостях в салоне Транс Тейв Сервис на проспекте Савата Виллаева, 65. И сели на тест. Первый автомобиль от компании Kia Classic Grand Tourism, Kia Stinger. У нас на тесте 2-литровый автомобиль с классическим видом трансформатором, с пинскопенчатым, 247 лошадиных сил, 353 ньютон-метра при 4000 км оборотах. Здесь версия более гражданская, она с 15-сантиметровым дорожным просветом, 19-дюймовым и катками топового мотора 3.3. Автомобиль развивает 270 лошадиных сил, у него уменьшенный дорожный просвет до 13 сантиметров, тормоза Brembo, но для теста мы используем более гражданскую версию, более повседневную, с 2-литровым мотором. 2-литровый двигатель имеет две степени форсировки, 197 лошадиных сил и 247 лошадиных сил. У нас под капотом расположены растяжки, которые продают дополнительную жесткость кузову, соответственно, отсюда идет управляемость. Особенность большинства спортивных автомобилей это разноразмерные колеса. Спереди у нас 225 на 40 R19, а сзади R255 35 R19. Подвеска передняя, независимая, со стабилизатором поперечной устойчивости, типа Макферсон. Задняя многорычажка, пружинная, с телескопическими газовыми амортизаторами. Из-за того, что он тестил у нас спортивный автомобиль, задняя пятая дверь оборудована у нас электроприводом. Также мы примем большой полноценный багажник, объемом 46 литров. Из-за того, что у нас резина разноразмерная, разумеется, здесь у нас присутствует не полноразмерное запасное колесо, а только временная закатка, ну и инструменты, все необходимые для его замены. Очень как-то здраво. Передние сидения оборудованы у нас электрорегулировками с памятью на трех водителей. Также они оборудованы подогревом, три режима подогрева, а также вентиляция. Автомат классический, восьмиступенчатый гидротрансформатор. Паркинг понятный, драйв включаем переднюю передачу, также реверс. Переключение реверса срабатывает круговой парктроник и система кругового обзора. Kia Stinger оборудован беспроводной зарядкой. Вы видели, как я на тесте Skoda Kodiaq с третьего раза смог подключить свой телефон беспроводной зарядки. А здесь у нас срабатывает молниеносно. Только ложим, зарядка пошла. Ну что, включаем драйв. Ручник у нас автоматический. Также у нас здесь доступно несколько режимов. Это экономичный режим, комфортный режим. Разумеется, режим, в котором мы поедем, это спорт. А также режим кастом. Всем кругового обзора показывают нам все неровности. Возможные препятствия в городских джунглях. Спицевый скошенный руль. Ну вот, мы погнали. Сейчас у нас на проспекте АТЛА будет камера, поэтому мы сразу не сможем разогнаться. В любой раз снимаешь? О, он и прет, как гребет. Да, а вот обректике что-то. Прекрасно, конечно, ездит автомобиль. Не сказать, что это чисто спортивная машина. Машину можно использовать на каждый день, на поседневной езды. Очень комфортно отрабатывать неровности. Асфальт и стыки. Электросвитерруля в режимах, в разных режимах работают различные. Вот в спорте руль очень тугой. А в комфорте уже можно рулить спокойно, одной рукой. Мультимедийная система Харман. Послушайте, как она звучит. Пока едем прямо. Чет двухлитровый двигатель. И в режиме комфорт тянет, будет здорово, что спинка удавливает. Также под рулем переключатели. Плюс-минус. Можно приносить переключить понравившуюся вам передачу. Что я уже перечу? Перечной режим. Через некоторое время коробка возвращается в автоматический режим. Ну и вот мы поехали. По неровностям обратите внимание, как машина сглаживает. Несмотря на то, что мы едем практически в спорткаре. Ехать комфорта. Машина неровности хорошо отрабатывает. С двухлитровым мотором можно спокойно рекомендовать, как машину для посетителей. Он ездит на каждый день и на выходных отрываться. Погонять на ней в любой момент. Обыграть соперников на светофоре, нажав педаль в пол. Приходите с драйвом в педсалон ТТС на проспекте АВТЛ-65. Подписывайтесь на канал. На этой неделе у нас выйдет динамический обзор Ford EcoSport. Посмотрите, как работает система кругового обзора 360 градусов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.